Северная транспортная компания начала летнюю навигацию. Вверх и вниз по Печоре жители региона доставляют комфортабельные суда СТК с соблюдением всех мер безопасности. В ближайшее время в компании появится еще и аэролодка. Подробности об этом в материале Ольги Руссул. Летняя навигация на Печоре в этом году началась раньше обычных сроков, уже 20 мая. Сейчас Северная транспортная компания работает по летнему расписанию. Сюда доставляют пассажиров из Нарьинмара и обратно в двух направлениях. Вверх до Тушвизки и вниз по реке до Нельминоноса. По штату мы имеем лодки моторные, 11 человек, посадка. У нас судно на воздушной подушке СВП, 18 человек, посадка. Но в основном мы на ближнем расстоянии работаем на ЗР, на водках, на моторный. Также у нас есть, сейчас он отсутствует, скоростной катер, водомет Калинин. Он в рейсе сейчас, он на 30 посадочных мест. Кроме того, два раза в месяц планируется ввести пассажирский маршрут до села Коткино. Самое популярное, если так можно сказать, по пассажиропотоку направление на сегодняшний день – это направление вверх по Печоре до Великовисочного, Каменки, Оксина и Хангурия. Большим спросом у жителей региона пользуются поездки в Тельвиску. Туда курсируют небольшие лодки. По сегодняшнему дню мы удовлетворяем потребности. Но есть определенные условия, связанные с погодной обстановкой, с ледовой обстановкой. Есть свои нюансы – это природа, люди, техника. Стараемся выполнять поставленные задачи, следить за техникой. Квалифицированные специалисты у нас в компании работают. В принципе, нос по ветру держим. Кроме того, скоро на баланс транспортной компании поступит современная аэролодка «Фантом-850А». Необходимость в ее приобретении продиктована сложными погодными условиями Севера. Лодка более приспособлена для дороги, где СВПшка не пройдет, где заторошенность торосы. Там аэролодка проходит. Но тоже надо понимать, что даже эти аэролодки в условиях последней зимы не всегда могли ходить. Особенно до Тельвиска еще ходили, а там, где были высокие торосы и мало снега, и аэролодки не проходили. Это я к тому, что даже вот такое решение о приобретении аэролодки – это не панацея. То есть все равно мы, я надеюсь, мы значительно снизим количество невыходов транспорта на линию. Лодку изготовили по специальному проекту, чтобы она соответствовала всем требованиям эксплуатации в условиях Севера. Вокруг ее доставят уже в июне. По своим ходовым качествам аэролодка будет востребована зимой в период межсезонья. Мы заключили контракт на поставку 12-местной аэролодки «Фантом 850А». Цена ее 12,5 миллионов рублей. По контракту они должны были поставить ее до 20 мая. Сейчас идет просрочка. Но аэролодка, мы постоянно держим связь с поставщиком. Аэролодка готова. Сейчас предприятие отрабатывает механизм ее сюда доставки. Администрация Заполярного района провела социальный опрос населения. Жителям округа предлагалось выбрать из предложенных шести вариантов один. Больше всех им понравилось название «Арктика». Аэролодку так и назовут. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север».